Компьютерный ЕГЭ по информатике, 2021 год, задание номер 5. На вход алгоритма подается натуральное число n. Алгоритм строит по нему новое число r следующим образом. Строится двоичная запись числа n. К этой записи дописывается, дублируется последняя цифра, а затем справа дописывается бит четности. 0, если в двоичном коде полученного числа четное число единиц, и 1, если не чет. К полученному результату дописывается еще один бит четности. Полученная таким образом запись, в ней на 3 разряда больше, чем в записи исходного числа n, является двоичной записью искомого числа r. Какое минимальное число r больше 66 может быть получено в результате работы автомата? Задачка сложна только для того, кто ее читает прямо на игре. На самом деле очень простая задачка. Они все примерно одинаковые. Интересно то, что позиционируется эта задачка как анализ алгоритмов для исполнителей. Очень странно. Ни черепашки, ни робота, ни чертежника, ничего этого больше нет. Есть некий двоичный исполнитель, который занимается битами четности. Но зато она компенсирует то, что уменьшилось количество задачек на систему счисления. Эта задача по сути является задачей на двоичную систему счисления. Так что ее надо так воспринимать. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь нужно. Перед тем, как перейти к решению, хотелось бы сказать, что вообще-то двоичную систему... Лучше всего надо любить однобайтные двоичные числа. Однобайтные, то есть те, которые помещаются в 8 двоичных разрядов. Ну, давайте я даже покрупнее, собственно, нарисую. Да, вот эти, соответственно, две четверки. Две четверки разрядов. Да, я их вот посередине как бы разобью. Старшие 4 разряда, младшие 4 двоичных разряда. Да, соответственно, младшее двоичное число, которое помещается в байт, это будет что? Состояние каждого бита выставляем в нолик, получается в результате ноль. Да, если я туда пропишу все единички, то это будет что? Товарищи, это будет 255. Если все эти штучки будут в единичках. Не хочется долго и много говорить про, собственно, систему исчисления. Не знаю, как этого избежать, но для двоичной системы исчисления это очень просто. Каждая единичка здесь означает количество, точнее, фактически наличие факт есть, либо нет соответствующая, скажем так, позиция, да, некое значение данной позиции. Вот эта единичка, да, написал и написал неправильно, 255. Так вот, эта единичка означает что? Количество единиц. Эта единица означает количество двоек. Это четверок. Одна четверка, да, давайте лучше, что двойка, да, я лучше буду, единица, двойка, да, то есть есть, нет, ноль нет, единичка есть, да, четверка, это восьмерка. Да, я специально сейчас буду писать без цифр. Восьмерка. Замечательно. Это что? Шестнадцатка, ну, в смысле, шестнадцать, да, ну, я бью, как это, как тысяча, десятка тысяч, да, сотня тысяч, миллион, да, вот, некое того, миллион, это шестнадцатка, да, вот, вот, есть некоторое число, да, я не буду все-таки коверкать русский язык. Шестнадцать, да, шестнадцать, да, кажется правильно. Тридцать два, да, соответственно, присутствует или не присутствует. Шестьдесят четыре, слушайте, ну, я уже немножко подустал, я напишу еще четыре, сто двадцать восемь, надо знать степени двойки и дальше. Ну, вот эти разряды надо прям знать. Этот разряд называется нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Для чего это важно? Дайте мне любое число, которое не превышает двести пятьдесят пять, я очень быстро переведу его в двоичную систему счисления. Ну, неважно, допустим, сто, сто восемнадцать. Я не буду сейчас классическим способом это делать, но есть классика, а давайте поделим на два, посмотрим на остаток, на частное, посмотрим на остаток, а потом снова делим, делим, делим. Можно, ну, довольно длинно, можно вычитать. Если знаешь наизусть степени двойки, видно сразу, что сто двадцати восьмидцатки здесь нет, да, что это число, оно в одном байте, тут сразу ноль, да. А что надо вычитать? 64 тут надо вычитать, да. Что у нас получается? 4, 11 минус 6 будет 5. 54. Я одну 64, одну 64-ку сюда вписываю, ну, она ее больше, чем одной быть не может. 32 здесь явно есть, да, 32 здесь явно, 54 это больше, чем 32. Поэтому я ставлю, что 32 тут присутствует, вычитаю, у меня получается 22, в 22-х явно есть 16, я их выписываю, вот сюда вписал лобиничку, и вычитаю. 22 минус 16, остается что? Хм, остается 6, товарищи. Дальше, знающие люди могут написать по памяти. Раньше в ЕГЭ входила задачка на сопоставление, она была под номером 1, на 16-ти ричной и двоичной системы счисления. Сейчас она выпала, и с вас знание 16-ти ричной системы счисления, по-моему, нельзя, особенно не надо, а так жаль. Мне кажется, что это несколько принижает архитектуру компьютеров, и теперь вы будете хуже читать. Меньшее количество из вас будет любить ассемблер, машинные коды и так далее. Ладно, короче, товарищи, на самом деле, для кодов от 0 до 15, по-хорошему, надо просто знать эти коды на память. Ну, шестерка это просто что? 0, 1, 1, 0. Ну, это очень просто, потому что шестерка это 3 умножить на 2. 3 это 1, 1 в двоичной системе счисления, да, а умножить на 2 это все равно, что дописать нолик. Ну, кстати, да, я тут должен был, наверное, дописать двоечку. Вот такой индекс такой справа, да, означающий, собственно, на основании системы счисления. Ладно, короче говоря, как видите, методом вычитания работать немножко быстрее. Есть еще одна интересная хитрость. На самом деле, я мог еще быстрее сделать. Я мог заметить, что 18 недалеко от чего? От 127. А давайте я 127 минус 118. На самом деле, можно было так, как бы, сколько не хватает 118 до 127? Почему 127? Ведь это не степень двойки. Это без единички степень двойки. 255 это ведь тоже не 256. Это число Мерсена. 2 в степени 8 минус 1. А 127 это 2 в степени 7 минус 1. 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Очень интересная последовательность чисел. Среди них, кстати, есть довольно большой процент простых чисел. Ладно. Короче, числа, которые в двоичной системе счисления записываются только единичками. Они буквально без единички следующая степень. Это максимальное число, которое записывается в 8 бит. А, между прочим, 127, это без единички 128, да? Без единички 2 в седьмой. Это максимальное число, которое еще помещается в 7 бит. Ладно. Про числа Мерсена углубляться не будем. Но я что хочу сказать? Что, собственно, ну ладно, я тут тоже мог, на самом деле, дойти до... До нуля, в конце концов. Я что хочу сказать? Давайте 127 минус 118. Сколько не хватает ему? Ну, ему не хватает двоечки, на самом деле, и еще семерочки. Короче, 9. 9 там не хватает. А 9 я знаю по памяти. 9 я знаю по памяти. 9 это 1, 1 восьмерка. 0 четверок, 0 двоек, 1 единица. Это 9. А теперь смотрите. У меня вот это число, 118, допустим, оно мне пока что неизвестное, да? Плюс вот эта штука, плюс вот эта штука, должно мне дать 127. А 127 это все единички. Ну, 7, по-моему, вообще не единички, да? Все, кроме байте старшей, восьмой единички не будет, да? Это 127 я записал. Давай, вот. Я говорю, ребята, для того, чтобы получить число 118, мне нужно, по сути, у числа 127 как бы зачеркнуть единички там, где у девятки единички. То есть, ровно наоборот, инвертировать их, да? Оп. Ну, инвертировать в рамках длины 7 в 7. Интересная штука, еще инверсия. Битовые операции вообще великая штука, интересная штука. Опять же, в ЕГЭ их нету сейчас, да? Вот, все битовые операции, они здесь сконцентрированы в пятой задачке. Ладно. Короче, я получил вас немножко быстро переводить туда-сюда, да? В двоичную систему счисления назад. Из двоичной системы счисления все еще проще. Просто берем и складываем вот это вот, да? Обычно числа старше, чем 256, 255, просто не встречаются в ЕГЭ по информатике. Ну, а если встретиться, ну, можете, что называется, еще там несколько степеней двойки запомнить, и будете королями. Ну, уж 1024 знать надо, конечно. А два в десятой. Это уж, извините. Ладно. Товарищи, давайте вернемся к задачке. Итак. Что, собственно, происходит? У нас не спрашивают происходное число. Есть некие правила построения числа R. И нам нужно сказать минимальное R. То есть нам нужно поиграть туда-сюда. Нам не говорят, для какого числа N. Но мы можем прикинуть. Мы можем прикинуть. Мы, кстати, спрашивают само число R. А нам никто не гарантирует напрямую, что у нас монотонно возрастают. При возрастании N R тоже возрастает. Нам никто не сказал. Ладно. Давайте вот что сделаем. Число 66 нам явно надо перевести в двоичную систему исчисления, чтобы, собственно, понять, как это, собственно... Его же перевели в десятичную систему исчисления. Правда, не вижу об этом надписи. Но, ребята, ее полученная запись является двоичной записью искомого числа. Ну, короче, понятно, да? Нам нужна его двоичная запись, честно говоря. Так. Стоп. Методом вычитания. Это что? Это 64 и еще 2. Правда? Ну, просто 64 и 2. Согласны? Таким образом, я могу сразу сказать, что 66 это... Так. 0,128, 1,64, 0,32, 0,16, 0,8, 0,4, 1,2, 0,1. Вот оно. Вот оно, это число. Нас интересует, чтобы оно было строго больше, чем 66. Я это сотру сейчас. Строго больше, чем 66. Что это значит? Что, ну, как минимум на единичку, да? Ну, давайте сейчас вот я поставлю 67, да? На самом деле можно было при 67 переводить сразу. Какое-то число, которое больше вот этого, да, и может быть получено в результате работы автомата. А что вообще в результате работы автомата происходит? Ну, понятно, что у нас добавляются там три бита. Вот, допустим, лидирующий нолик я сейчас выкину, он мне тут ни для чего не нужен. Незначащий нолик не нужен. Да, их можно дописывать сколько хочешь, они ни на что не влияют. Короче, я могу сказать... Так, я опять же служебные эти вот разбитовку в байте вычеркну. Так вот, последние три бита добавляются в результате работы автомата. Каким образом? Первое. Дублируется последняя цифра. Ну, похоже на то. А потом? А потом добавляется бит четности. Слушайте, да похоже на то, да? А потом что? Еще раз добавляется бит четности. Но, внимание, никто не сказал дублируется. Когда бит четности, он по сути дополняет до четного количества единиц в числе. Ну, их и так уже четно. Значит, аларм, аларм. То есть, само 66, оно бы являлось, могло бы являться результатом работы автомата для исходного числа 8. Да? А тут получается, что, извините, да, нас вот такое число не получает. Короче, ребята, в конце всегда 0. Да? Два вот этих бита должны быть обязательно равны друг другу. Вот важные вещи. В конце 0, да, в конце 0, два вот этих вот бита должны равняться друг другу. Я не знаю, чему они тут равны, но должны равняться друг другу. Вот этот бит должен быть битом четности. Да? То есть, в итоге, короче, в сумме должно быть четное число единицы. Да? А здесь всегда 0. Вот такое должно быть число. Ну, и, естественно, что желательно, чтобы оно было не слишком длинным. То есть, ну, как бы я 3 бита еще разрешусь, но удлинять ее уж не сильно хочу. Потому что всегда лучше уж как числа сравнивать. Как крокодилов такие, да? Кто длиннее, тот и больше. А уж если они одинаковые длины, мы начинаем сравнивать их от более старших разрядов к более младшим, пока не найдем различий. Опять. Дальше поехали. Короче, я постараюсь минимально увеличить вот это число. 1, 0, 0. Давайте вот единичку вот сюда поставим. Да? Ну, тогда мне придется, короче, девятка, исходное число 9. Да? И тогда, и тогда, что получится? Я к числу 9, дописанную в обычной системе счисления, дублирую последний бит. Да? Здесь что я делаю? Дополняю до четного числа единиц. Мне придется поставить сюда единичку. Да? Потому что нужно, чтобы было четное число. Ну, а здесь 0. Собственно, вот это число надо перевести теперь в десятичную систему счисления. Обратно. Да? Как мне перевести это число обратно в десятичную с минимальной, как сказать, скоростью? С максимальной скоростью. На самом деле, ничто мне не препятствует полностью перевести. Это 64. А это что? Это 14. Вот это вот это 14. Или, может, так, это 7. Три единички это 7. С дописанным ноликом, то есть умножить на 2, 7 и 2, 14. Могу просто поштучно сложить. Это двойка, четверка, восьмерка и 64. Понятно, да? Двойка, четверка, восьмерка, 14. Слушайте, еще раз. Любой способ перехода из двоичной в десятичную сработает. Но интересно еще и то, что я могу попробовать от вот этого отскакнуть. Да? Так, две единички. Значит, так, здесь на одну единичку меньше, но зато на четверку и на восьмерку больше. Ой, что-то я уже запутал. Дайте проще. Ладно, 64 плюс 14. Все. Получается 78. Таким образом, минимальное число, которое может быть получено в результате работы этого алгоритма, это 78. Давайте еще одну задачку. Итак, на вход алгоритма подается натуральное число. Алгоритм строит новое число следующим образом. Строится двоичная запись числа. Затем, дописываются справа еще два разряда. Если число четное, то в... А что тут четное? В двоичной системе счисления это означает, что оно заканчивается на ноль. Если четное, то в конец дописываются два нуля. Нечетное, две единицы. Ребята! То есть просто последний разряд еще два раза записывается. Вот и все. Понятно? И прямо написано, вот запись числа 9 будет превращена вот... И еще две единички записали. Все понятно. Минимальное число, для которого результатор будет больше 115. Так, стоп. 115. А, значит, сразу 116. Ну, потому что не меньше, чем 116, да? Поехали. 116. Переводим. Это что? 116. Ну, на самом деле, опять же, можно поиграться с тем, что это близко к 120. 7, да, уж очень близко. А именно, что у нас там не хватает? 11 не хватает. Опять же, для меня это сразу... Я могу сразу записывать, как оно выглядит. Ну, ладно, давайте. Минус 64. 2. Ой, слушайте, а не его ли я случайно сегодня переводил уже? Ой-ой-ой. Ладно. 50, мне кажется, не его. 118 было, кажется. 52, да? В нем 32, точно не его, потому что у меня 20-ка остается. 20 это 16 и 4, да? Да? Не вру. Кажется, не вру. Ладно. Значит, поехали. Это означает, что 1,64, 1,32, 1,16. Восьмерки нет, четверка есть, двойки нет, единицы нет. Так. Ну, слушайте, я все-таки сверюсь. До числа Мерсена, до 127, ему не хватает 11. 11 это 1,0, 1,1. Видите, да? 11 инвертированное в 7 битах. Ну, я дополню, 11, 11. Откуда я это знаю? Я учил и знаю наизусть таблицу перевода двоичных чисел в 16-ричные. И вам рекомендую это сделать, хотя для ЕГЭ это не нужно теперь. Ладно. Короче, это его инверсия, да, вот до этого числа. Так, так, все, так, переход можно, слушайте, я не буду стараться, поехали дальше. Так вот, у меня здесь, как видите, не совсем то, да, не совсем то. Но последние два должны быть дубликатами вот этого, да. Если я начну увеличивать и менять вот эти числа, то либо получится меньшее итоговое число, либо больше. Короче, слушайте. Исходное число я сделаю вот таким, да, Ж. Таким Ж. А сюда я просто поставлю дубликат вот этого разряда. Все. То есть, что получилось? Я прибавил дополнительную единичку, двойку. Ну, или сразу можно сказать, что я, по сути, произвел плюс 3. То есть, к моему числу 116 надо просто прибавить 3. И ответ 119. Это быстрее, чем перегонять вот это вот, складывая обратно в десятичной системе исчисления. Короче, ответ 119. О-о-о! Сори! Вот так и бывает в ЕГЭ. Минимальное число N, для которого результат работы алгоритма будет больше 115. А-а-а! Да! Да! Ну, ребятушки, ну вот оно! Вот оно! Вот оно! Вот оно! Что это за число? В нем как будто 5 единиц, но без одной единички. Давайте я тоже схитрю. Вот 5 единиц в двоичной системе исчисления. Это что? Это 2 в 5 без единиц. То есть, 31. Да? И я из него вычту 1, 0. 1, 0 это 2. Получу, ну, собственно, вот это вот число. Это все я записываю, могу не записывать. Я просто показываю, как я мыслю. Да? 31 минус 2, 29. И получаю. Это так нечестно. Я уже увидел неправильный ответ. Все минус балл мне. И вам будет минус балл, потому что в этих задачках очень важно не потерять концентрацию внимания. Одно из важных правил перечитывать условия задачки уже после того, как ты ее решил. Иначе ты просто запишешь в ответ не то, как я только что собирался сделать, да? Ну что же, желаю вам успешно сдать ЕГЭ по информатике. Стать отличными IT-специалистами. Учитесь в хорошем вузе. Не занимайтесь фигней. Используйте свободное программное обеспечение. Linux Rules. Ставьте себе Linux. Пользуйтесь свободными программами, где бы вы ни находились. Вот. И помоги вам Бог. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok